Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Александр Климов и коротко о главном. Хакасские депутаты добиваются повышения стоимости аренды земли для крупных промышленных предприятий. Это очень серьезная норма. Она будет способствовать наполнению консолидированного бюджета. Говорит, убивать не хотел. Нужна была только машина. В Абакане вынесли приговор виновному в смерти таксиста. Наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет. Собывание, спрыгивание, полотно, строгого режима. Фермеры Хакасии готовят сельхозтехнику к посевной. Весеннеполевые работы начнутся в начале мая. Как земля отойдет, сантиметров там на 10, на 8, мы уже потихонечку начинаем. В двух населенных пунктах Хакасии объявлен карантин по бешенству. Это деревня Тупик Ширинского района и село Полтаков в Аскийском районе. Еще в марте на этих территориях заметили лис, которые вышли к людям и подрались с собаками. Нападений на скот не зафиксировано. Однако проведенные лабораторные исследования показали, что дикие животные были больны бешенством. В деревнях объявлен карантин до мая. Домашние кошки и собаки привиты. Также коровы и другой скот под наблюдением ветврачей. Введен запрет на вывоз животных. Говорит, убивать не хотел. Нужна была только машина. В Абакане вынесли приговор виновному в смерти таксиста. Наш корреспондент Полина Назарова побывала на заседании суда. Дело об убитом таксисте сегодня рассмотрено в Верховном суде Республики. Обвиняемый Владимир Зверев, который положил глаз на машину. В тот злополучный для убитого Никитина день он выехал таксовать на привычный маршрут. Только вот домой уже не вернулся. Ровно год назад 19-летний юноша вышел из дома, изрядно повздорив с дедом. Тот обвинил его в тунеядстве. Тогда-то Владимир решил доказать, он способен сам заработать себе на жизнь. На глаза попалась новенькая машина ВАЗ-14 модели, в которой сидел ее владелец Виктор Никитин. Он подрабатывал таксистом. В голове у будущего убийцы мгновенно родился план. Автомобиль нужно угнать и продать по запчастям. Зверев Владимир Евгеньевич совершил сопряженное с разбоем убийство, то есть уничтожен смерть Никитина. Он же с применением насилия опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершил разбой. А вот что делать с самим таксистом, Зверев решил уже в пути. Он сел в машину и попросил довезти его до Южной дамбы. Сказал, покажет дорогу. Когда доехали, парень достал нож и два раза ударил в грудь ничего не подозревающего мужчину, но тот сбежал. А Владимир пересел за роль и уехал. Виктор Никитин скончался в больнице. Злоумышленник струсил и сам пришел в полицию с повинной. Сегодня в этом деле поставили точку. Назначить Звереву Владимиру Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием справедливой короткой строковой режиму с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Осужденный вам пригород поеден? Понять. Молодому парню вменили убийство и разбой, признав частично вменяемым. Все 14 лет тюремного срока Зверев будет наблюдаться у психиатра. Полина Назарова, Дмитрий Парахин, РТС. В Абакане у непутевой матери изъяли двоих детей. Женщина не бывала. Дома приходила только ночью и устраивала пьянки. В это время ее 11-летняя дочь и 4-летний сын ютились у соседей. Сегодня что выпивали? Водку. С кем? Одна выпила с этой женщиной. А где эта женщина? Подруга ваша? Знаю, подруга. Ну да, подруга. Инспектор ПДН застала хозяйку в пьяном угаре. В доме творился бардак. Еды не было. А ведь у женщины двое детей. Дочка 11 лет и сын 4 года. Болен ДЦП. Накануне брат с сестрой попросили приют у соседей. Они и вызвали полицию. В итоге детей поместили в реабилитационный центр. А дети ваши где весь день? С кем вообще дети? На работу. Я хожу 3 часа на работу. Дети говорят ваши, что они с утра вас не видят. И приходите вы второй день ночью. И второй день ночью выпиваете. Да, пью. И что дальше? Ребенок у вас в школу не ходит старший? И что дальше? Я и буду пить. Будете дальше пить? Да. Ну ясно. Соседи, которые обратились в полицию, должны стать примером для всех жителей Хакасии. Силовики еще раз призывают, если вы стали свидетелем безнадзорности детей, незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы. Если вы видите безнадзорных детей, если ребенок длительное время находится на улице, он одет не по сезону, обязательно не поленитесь, позвоните в правоохранительные органы по телефону 0202 с мобильного, либо на единый телефон горячая линия 112 круглосуточно, чтобы полицейские смогли вовремя предотвратить беду, изъять ребенка. Ольга Камзолакова, Станислав Колчунаев, РТС. Житель Абакана пытался провести в Туву 4 тонны спиртосодержащей жидкости без разрешительных документов. Дорожные инспекторы остановили водителя на одном из постов ДПС в Туве. При осмотре грузовика были обнаружены коробки с боярышником, пищевой добавкой и водкой в таре разного объема. Абаканца доставили в дежурную часть Кызыла. Для дальнейшего разбирательства продукцию отправили на экспертизу. По данному факту, тувинская полиция начала проверку. На законные требования сотрудников полиции водитель автомобиля не смог предоставить документы, подтверждающие легальность их производства. В настоящее время мужчина задержан и поясняет, что груз получил в разных торговых павильонах города Абакан для доставки в город Кызыла. И к другим темам приближается пассивная кампания. По всей республике аграрии ремонтируют технику, закупают семена и удобрения. В одном из сельхозпредприятий Ширинского района сегодня побывала Аскара Артамонов. Село Целиное. Механизаторы приступили к подготовке техники еще в начале марта, а уже сейчас выходят на финишную прямую. Отремонтировано порядка 80% всего автопарка. Одна из главных рабочих лошадок – пассивной комплекс. Этот готов выйти в поле хоть сегодня. Из трех имеющихся у нас в хозяйстве основных вот этих агрегатов, пассивных комплексов, у одного готовность вот 90-100, почти 100%, но у двоих процентов 80. Мы их закончим в ближайшую неделю и хозяйство будет готово к пассивной. Хакасия – зона рискованного земледелия. Нестабильная погода, когда, к примеру, теплый март сменяется прохладным и засушливым апрелем. Короткий срок для вызревания культур. Поэтому во многом от качества подготовки к пассивной зависит урожайность. Понимая это, механизаторы работают, не покладая рук. В этом ангаре перебирают все запчасти, смазывают подвижные детали, проверяют исправность механизмов. Отправляем на ремонт коробки, двигателя, все это делаем, подготавливаем. Пассивной уже не сорвешь. Агрегаты уже пассивные почти что готовы у нас все. Через, считай, в конце месяца уже сеять начнем. БДМы там, эти культиваторы тоже все уже почти что готовы. Работы предстоит немало. Только сельхоз предприятию Целиной необходимо засеять порядка 22 тысяч гектаров пшеницы, овса, ячменя, однолетников и кукурузы. Сейчас агрария ожидает стабильную теплую погоду. Почва должна прогреться как минимум на 15-20 сантиметров. Как правило, такие условия в нашем регионе складываются в конце апреля, начале мая. Нам надо пшеничку посеять до 20 мая, серые хлеба, это овсы и ячмени надо посеять до 5 июня, до 10 июня включительно. И вот в эти сроки надо уложиться. Если мы не успеем, то как бы все. Ну плюс к этому надо будет посеять и семенные участки. Вы же успеете? Да, конечно успеем. Посевная на подходе. Как сообщили в Минсельхозе Республики, в этом году аграрии Хакасии планируют засеять больше 200 тысяч гектаров. Оскар Артемонов, Александр Сердюк, РТС. В Хакасии установилась теплая погода. Специалисты отмечают уже на следующей неделе. Лед на реках Республики может вскрыться. Регион активно готовится к паводку. Пока все спокойно, тем не менее, угроза подтопления существует в Аскиском, Арджоникидзовском, Усть-Абаканском районах, а также в Абазе и дачных массивах Абакана. На сегодняшний день уже создан аварийный запас грунта и топлива для техники. На реках организован круглосуточный мониторинг дамб. Дополнительно для контроля уровня воды на реке Абакан в Таштыбском районе и Абазе установлены автоматические датчики с выводом оперативной информации. Хакасия примет участие в восьми федеральных программах в рамках национального проекта образования. В Республику уже поступило 4 миллиарда рублей. Где появятся новые школы и детские сады, расскажут наши корреспонденты. Детский сад Ясли в Аскизе на 120 мест. Один из примеров эффективного строительства по федеральному нацпроекту «Демография». Укладывать фундамент рабочие начали в октябре прошлого года. Темпы ускоренные. В строительство вложились районы и федеральные бюджеты. Общая стоимость садика – 81 миллион рублей. Мы планируем его закончить при условии стабильного финансирования в сентябре 2019 года. Половину планируется освоить в этом году. На сегодняшний день у нас выполнена работа на 19 миллионов рублей. В этом году Хакасия нарастит темпы работ по программе «Демография». Начнутся стройки дошкольных учреждений в Абакане, Белом Яре, Подсинем, на станции «Аскиз», Бельтырском, Новокурске, Шира. Кроме того, заявлены и новые школы. В Чапаево первый камень фундамента учебного заведения на 250 мест. Был заложен еще в прошлом году. Дальше сроки подзатянулись. Там не хватало у нас земельного участка для строительства школы. Несмотря на то, что муниципалитет выкупил часть земли, все равно проект двухэтажной школы не входил. Поэтому пришлось переделать проект и делать трехэтажную школу. Затем этот проект должен быть включен в реестр Минстроя. У него ручное развитие школьников тоже включено в программу нацпроектов. По ней откроются первые кванториумы в Саиногорске, Черногорске, Абакане. Министр образования и науки Хакасии отмечает, районы власти и муниципалитеты серьезно подготовились к заявке по нацпроектам. В целях того, чтобы все шло как часы, нигде не было допущено сбоя, мы полностью с муниципалитетами работаем. На каждом этапе торги на привязку прошли, экспертиза проведена, объявлен аукцион. То есть мы не вмешиваемся ни в коем случае в эти вещи, но мы отслеживаем, чтобы не был нарушен календарный график. Кстати, сейчас Минобразование готово заявиться еще на один новый проект по оснащению школ. В первую очередь коррекционной, гуманитарной и научной направленности. Хакасские депутаты поддержали красноярских коллег. Они добиваются повышения стоимости аренды земли для крупных промышленных предприятий. Председатель бюджетного комитета Олег Иванов уверен, Хакасию это касается напрямую. Сейчас аренда составляет всего 2% от кадастровой стоимости участка. Угольные предприятия и золотодобытчики приносят в казну 50 миллионов рублей, уплачивая минимальный сбор за землю, изменив статью доходы от аренды. Вырастут в 10 раз. Если Госдума примет изменения в земельный кодекс, то арендную ставку будет устанавливать правительство региона, исходя из рыночной стоимости. Это очень серьезная норма. Она будет способствовать наполнению консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и Республики Хакасия. Она в статусе федерального закона. Эта норма будет укрепить субъекты Российской Федерации, Красноярский край, другие регионы. Инвестпроекты Енисейской Сибири сулят Хакасии тысячи новых рабочих мест в угледобыче, промышленности и строительстве. Соответствующие соглашения были подписаны правительством Республики на Красноярском экономическом форуме. А вот где взять столько специалистов? Сегодня рассказали в Министерстве труда. На площадке КЭФ глава Хакасии встретился с руководством компании «Русский уголь». Подписано соглашение о сотрудничестве. Это крупный инвестпроект по освоению Бейского каменно-угольного месторождения. Заложено строительство угледобывающего предприятия высокой мощности, разрез Кирбинский. Объем инвестиций больше 7 миллиардов рублей. Уже началась работа на юго-восточном и северо-западном участках. По этому году ожидаем вложения, большая покупка оборудования. Это современные гидравлические экскаваторы и самосвалы «БелАЗ». Мы создали 150 рабочих мест. Ожидается в планах с развитием производственной мощности довести численность до 460 человек. Подписано соглашение между правительством Хакасии и компанией «Колстар». За 8 лет и 40 миллиардов рублей планируется построить углеобогатительный комплекс на Майрыхском и Бейском западном участках. Обещается больше 3000 рабочих мест. Кроме того, в республике хотят создать оператора парка с применением инновационных вагонов для отгрузки продукции с Бейского месторождения. Проект предполагает больше 50 миллиардов рублей инвестиций. И еще 250 рабочих мест. По данным Минтруда, в Хакасии 4700 безработных. Люди готовы трудиться. К тому же они могут получить новую профессию или повысить квалификацию за счет республиканского бюджета. Мы тоже надеемся на сотрудничество с теми предприятиями, кто будет создавать новые рабочие места. Прогнозная потребность от данных предприятий у нас уже есть. И мы будем ориентироваться на дату открытия рабочих мест. И к этой дате, конечно же, будем уже контракты заключать на те профессии, которые будут востребованы непосредственно у того либо иного работодателя. Учебные заведения Хакасии рассчитывают, что проект «Инисейская Сибирь» даст работу и для местных выпускников. В республике, кроме разработки бейского месторождения, планируется запуск обогатительной фабрики «Суэк», модернизация Саиногорского алюминиевого завода, строительство дороги Абакан-Биск, железной дороги в Туо. К примеру, кузница кадров для угольной промышленности, Черногорский горно-строительный техникум. Он выпустил больше 10 тысяч молодых специалистов. Все популярнее становится направление «Открытые горные работы» и «Обогащение полезных ископаемых». Ольга Барловская, Андрей Держум, РТС. Еще больше новостей на нашем сайте tvrts.ru. А я с вами прощаюсь. Удачи!